МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главный государственный санитарный врач Алматинской области Хайрат Баймухамбетов. Награжден посмертным орденом Курмит и врач Центральной районной больницы Жамбылского района Бегалидин Алашбаев. Сегодня в торжественной обстановке заслуженные награды от имени президента страны вручил вдовам умерших Аким Алматинской области Амандык Баталов. Хайрат Баймухамбетов родился в 1964 году. С самых первых дней эпидемии коронавируса находился на передовой и регулярно посещал больницы, стационары, санпосты, доблестно выполняя возложенные на него обязанности. Врач Жамбылского района Бегалидин Алашбаев скончался в 36 лет. Постоянно контактировал с больным и коронавирусом. Переживал за каждого. Работал, отдавая всего себя ради здоровья граждан. Мировая эпидемия уже забрала немало выдающихся личностей. Карат Баймухамбетов и Бегалидин Алашбаев самоотверженно выполняли свою работу и навсегда останутся в памяти казахстанцев. Действенный тандем. Врачи Казахстана и России обмениваются опытом в борьбе с COVID-19. В рамках рабочего визита в ЖТСУ гости из соседней Российской Федерации уже успели побывать в имбекш-казахском, Ильисском и Карасайском районах. В этот раз они посетили приграничный Алакольский регион. Московские эксперты ознакомились с работой центральной районной больницы и военного госпиталя. В рабочий визит в Алакольский район стартовалось на комление работы центральной районной больницы. На сегодня в инфекционном отделении получают лечение 36 человек. Рассчитано помещение на 40 коек. По словам главврача, вся необходимая техника имеется. Дефицита лекарств также не наблюдается. Лекарственное обеспечение у нас на должном уровне. Хватает недостатков лекарств и кислородных баллонов нет. Все вовремя решаем. Большое спасибо Аманду Гавасовичу с его помощью. Наш район выделяет 5 аппаратов искусственной среды легких. Посетила делегация и военный госпиталь в Ушарале. В период пандемии объект был перепрофилирован под инфекционный стационар. Московские эксперты внимательно ознакомились с проводимой здесь работой. Начиная с места замены спецодежды, определения состояния пациентов и назначения методов лечения. Учреждение рассчитано на 120 человек. На данном этапе лечение получает 95 пациентов. Подводя некую черту, можно сделать вывод, что медицина находится у вас на должном уровне. Как нам предоставили, создан запас лекарственных средств, кислорода во всех стационарах. На ближайшие, как минимум, два месяца. То есть, можно судить о том, что в достаточном количестве в настоящий момент находится всех медикаментов и инструментария. По персоналу, да, есть проблемы с дефицитом кадров. Но тем составом, который сейчас работает, все больницы справляются на должном уровне. С начала пандемии в Волокольском районе были инфицированы коронавирусные инфекции 153 человека. 74 из них – бессимптомных. Они на домашней самоизоляции. А количество выздоровевших составило 63 человека. Показатель неплохой, отмечают московские эксперты. Такими темпами пик болезни будет пройден в ближайшее время, считают они. В условиях пандемии и коронавирусной инфекции власти Алматинской области принимают превентивные меры по наращиванию медицинских мощностей. В регионе оборудуют новые инфекционные стационары, привлекают дополнительные кадры, чтобы быть готовыми к любым ситуациям. Как организована работа медиков в одном из крупнейших районов области, расскажет наш корреспондент. Благодаря принимаемым эпидемиологическим мерам обстановку с заболеваемостью на данный момент удалось стабилизировать. В центральной районной больнице создано провизорное отделение на 120 коек, а в прилегающем здании Туобану есть возможность принять еще 130 человек. На базе медучреждений имеется 8 аппаратов искусственной вентиляции легких, 4 рентгеновские установки и 1 компьютерный томограф. В районе наиболее активная в сравнении с другими регионами области демографическая ситуация. Тем не менее, по словам заместителя директора районной больницы Айдара Солтангазиева, проблем с обеспечением необходимых лекарственных средств и лечением пациентов нет. В нашей больнице есть фильтры для приема пациентов. Развернуто два провизорных отделения, которые могут принять до 250 пациентов. На данный момент у нас проходит лечение 194 человека. Также, чтобы обезопасить семьи нашего медперсонала, районный Акимат выделил для сотрудников больницы отель. Там они находятся между сменами. Стоит отметить и работу больницы в селе Буралдай Ильинского района. Сельское медучреждение с 30 июня приняло 280 пациентов в отделение коронавирусной инфекции. Из них выписано с улучшением 167 человек. Нашей съемочной группе удалось лично пообщаться с пациентами Буралдайской больницы. Многие чувствуют себя заметно лучше. Четыре дня у меня не спадала температура тела ниже 39 градусов. Позже мы обратились в эту больницу. У меня сразу сняли рентген, определили в палату. Спасибо большое медикам за их нелегкий труд. Я сам страдаю диабетом, но здесь чувствую себя безопасно. Вчера сдал здесь ПЦР-тест. Сказали в течение трех дней. Узнаем результат. Провизорное отделение больницы оснащено всем необходимым оборудованием, средствами, индивидуальной защитой и лекарственными препаратами. Имеется четыре аппарата ИВЛ для пациентов с двухсторонней пневмонией. Здесь их насчитывается 54. Также есть централизованное снабжение кислородом. В марте месяце мы принимали около 50 пациентов за сутки. В последнюю неделю наблюдается спад поступающих пациентов. Для врачей и медперсонала лечебное учреждение стало вторым домом. Медики признаются, что пандемия полностью изменила привычный распорядок их жизней, но сдаваться они не намерены. В целом, в Алматинской области на ликвидацию коронавирусной инфекции выделено 3 миллиарда тенге. Из них 500 миллионов направлено на закуп медикаментов. А 2 миллиарда, включая резервные 700 миллионов тенге, потратят на приобретение жизненно необходимого оборудования. Аделя Кжаркенова, Ербола Тантелов, телеканал ЖИЦСУ. Продолжаем выпуск. Концентратор кислорода и более 200 противовирусных препаратов подарила коллектива областного кожно-венерологического диспансера Дирекция Центральной аптеки Талкургана. Сейчас в учреждении лечатся 70 пациентов с диагнозом COVID-19 и пневмония. Всего имеется 80 коек. Напомним, ранее усилиями бизнесменов 10 концентраторов кислорода преподнесли в подарок областной больнице. Еще 60 планируют приобрести на следующей неделе. Их равномерно распределят по больницам Талкургана и близлежащих районов. Врачам терпение, здоровье. И наш народ, чтобы сплотилось и вместе, чтобы все перенесли. Это непростое время. Дай Бог всем здоровья. Думаю, патриоты нашего города, нашей страны так и так оказывают помощь. Хотелось бы побольше, чтобы таких патриотов, которые делом доказывали, не словами, а делом. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. Встретимся в 21.30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова